здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас всех приветствую сейчас будет онлайн расклад по вариантам а тема будет такая что у него соперницей давайте посмотрим загадайте своего мужчину представьте очень хорошо и подумайте о сопернице а той женщине которая на данный момент находится с ним в отношениях кто это будет неважно жена ли это любовница лет или еще какая-то другая женщина там появилась но вы точно знаете что вы в трехугольнике у вашего мужчина и женщина давайте будем смотреть что там происходит как у него дела все касаемо касаемо их вы тут будете ни при чем хорошо вы как некий третье лицо наблюдатель за той картиной которой я сейчас буду рассказывать о них и так сейчас от вас потребуется только одно чисто и интуитивно загадать одну карту из четырех я буду выкладывать 4 карт и то что вы сейчас выберете значит то и будет да поэтому доверяйте себе своему внутреннему голосу отключите логику мысли все что вам мешает сосредоточьтесь хорошо итак как у него сейчас дела на данный момент с его женщины с которой он сейчас находится итак первая карта вторая карта третья карта и четвертая карта выбирайте выбирайте думаете чувствуете куда тянется куда душа тянется загадали итак смотрим кто загадал цифру номер один да какие у него сейчас отношения с его женщины очень холодный вот этот мужчина которого загадали я сейчас его сначала опишу чтобы вы понимали да насколько это верно насколько это правдиво и насколько хорошо работает ваша интуиция мужчина достаточно очень жесткий вот как я всегда люблю говорить жесткий такой прям суровый челябинский мужик потому что как сказал как отрезал такой без эмоциональный он четкий конкретный пацан такой мужики его любят там где-нибудь на заводе я не знаю металлургическом работает такой прям я не знаю гвозди забивает одним пальцем кстати здесь мужчина может быть военный работает или имеет отношение к юриспруденции да он адвокат судья прокурор имеет звание имеет погоны имеет отношение к власти к закону суда депутаты тоже подходят а а незаконики имеет какое-то отношение к медицине хороший например хирург работает он с металлом да вот там где есть металл кстати повара туда тоже подходят парикмахеры тоже и и имеет ли какое-то отношение он компьютером компьютеры техника программирование электричество то есть вот то что сейчас перечислила вот это должен быть ваш мужчина если вы понимаете что это сейчас не ваш мужчина то есть что то что про кого-то я другого там рассказываю значит перезагадайте вы неправильно выбрали вот здесь вот такой тип мужчины он очень холодный он любит чтоб его любили и когда например ты его спрашиваешь ты меня любишь он говорит да конечно ну как бы тогда тебя отвали да конечно да то здесь вот такой вот холодного плана мужчина или вы его спрашивать ты меня любишь а ты меня и вы ему говорите ну да конечно я тебя люблю но я тебя тоже то есть то же самое типа так же отвалить типа ну я же тебя тоже то здесь такой вот мужчина может быть вот первая карта и я уже могу сейчас сказать что них отношения с вашей соперницы до холодный а не напряженный жесткий потому что этот мужчина такой знаете специфический астаки мужчина не любая женщина живется не любая может быть только у вас и получалось и только у вас и получалось вот у той женщины это не получается сейчас может быть то начало все у них складывался хорошо как у всех у всех у всех начинает очень хорошо знаете цветочно букетного периода люблю не могу а потом все потом уже начинаются ягодки как говорится еще продолжаем тему до тем у нас как они там поживают ваш мужчина и соперница ну здесь большинство женатых уже мужчин или они хотят вступить в брак или они уже женились на той женщине здесь могут быть венчание венчание до буквально недавно может быть повенчались я не знаю знаете вы это или нет но здесь тоже отыгрывается это также здесь может быть вариант что они вместе работают а работают это госучреждение большая структура знаете тип там сбербанка там я не знаю какого-то там пятерочка например да то есть в большом каком-то таком крупном звене за в госдуме они вместе работают дальше но пока они вместе пока они вместе еще да как у них дела ваши мужчины соперниц еще но умелые броняться только тешится да потому что ну когда слишком постоянно сладко слишком приторно иногда и воюют и ругаются и ссориться ну а как же ним так не интересно когда все мило хорошо и просто да мы не ищем легких путей вот здесь не ищет и вот здесь мужчина своим характером и дать и женщина такая же знаете со своим характером такая у нее не забалуешь тебя на место посадит там не за поставить еще в угол когда надо и поэтому интересно драйв такой некий понимаете может быть он ее кстати долго завоевывал да ну как бы я сейчас предысторию там рассказах рассказать хочу может быть он не так долго там завоевал их пытался покорить так покорил уже все но все равно как-то не гладко и уж не так уж сладко как с вами может быть было да еще как у них отношения но здесь старший аркан мир скорее всего они может быть на расстоянии сейчас от вас находится в другой стране в другом городе или же она ему постоянно сейчас дал донит давай переедем давай вот к маме в сочи поехали нет краснодарский край на вот может быть она просит например или он ей говорит давай в магадан у меня там прабабка осталось да там в деревне то есть ну будем не знаю поля не скошены пахать будем то здесь может быть такой вариант также но они друг друга нашли вот сейчас ноги скажут господи да вот они друг другу нашли вот он такой же как она вот они как-то стоят друг другу вот вы разные были с этим мужчин девочки ту местную кто первый вариант загадал вот вы какие-то разные были потому что вы слишком так знаете под него подстраивай чтоб ему вкусно комфортно хорошо было а он как-то так и нормально для него что там для него стараются а здесь такая женщина она ему я говорю прикурить даст еще как поэтому они друг друга нашли а чё ну милые броняться только тешцы и плохо и хорошо но они вместе вот здесь вот такой вариант сейчас на данный момент расстанутся они они или нет давайте посмотрим на будущее но не совсем надалеку давайте на ближайшие полгода идет ли им расставание или нет ой нет расстая расставание не будет здесь замешаны дети может быть у них уже есть дети и эти дети их держу да может быть они хотят ребенка очень сильно стараются ребенок может появиться еще больше их будет удерживать в отношениях ваш мужчина всю жизнь одиночка он по своей характеристике одиночка сколько бы вы там когда были с этим человеком вместе не пытались сделать уют создать теплоту и любовь этого мужчине чтобы он почувствовал семьянином нифига не получилось а потому что у нас здесь челябинский да суровый мужик одиночка в душе что вы что вот эта женщина никогда не сделает из него семьянина потому что он изначально идет одинокий вообще никто нафиг не нужен ему работа вам нужно понимаете адвокатская я не знаю следовательская да все камера там что там стул и обвиняем и все и плетка наверное но здесь такой мужчина жесткий но вот а женщина старается старается это тоже старается но так живут понимаете да они так живут им так комфортно он кстати у вас мужчина гулящий я вам скажу насколько сильно гулящий трудно сейчас определить ну в общем скажу мужчина нравится женщина и если кто-то его еще там пальчиком поманит вот так он побежит и это потом с ним мучиться будет вот это его соперница будет не мучиться потому что мужчина здесь видите уже вторая карта легла здесь как-то внутренне здесь идет лев харизматичное сексуально внешне так показал мужик все а внутри там все таки еще тепленько терпится такой знаете горячее сердце мужское который хочет секса темперамента и горячей любви знаете мне такое ощущение что здесь мужчина любит азиаток почему-то не знаю если вот так вот поманить пальчиком да он побежит почему нет уж мужчина ему к холодному мужчине вечно холодному уже профессия скорее так обязывает иногда вот горяченького то и не хватает он домой приходит с холоду любит горячий суп горячий чай ну наверное вот и жизнь точно так же да наверное и женщин таких же горячих любит тут понятно так что вот так они пока еще живут кто загадал цифру номер два что у него соперницы смотрим на него гляньте видно мы все танцуем тут танцуем так девочки но здесь мужчина просто вообще манипура светится светится по моему этажа не за по ниже пояса здесь не показано на тряпка прикрывается но здесь такой мужчина просто красавчик настоящий полковник ты не знаю очень высокого себе мнение очень накачанное красивое тело такой брутален так он перед зеркалом когда бреется он так себя любит думать боже мой было возможно сам на себе вообще женился бы здесь мужчина знает что нравится женщинам у него полно этих женщин вот здесь бабник высшей марки и знаете ему кто попал не нравится он выбирает таких знаете прям как вам сказать таких же элитных красота как он сам весь подкачаны сексуально так вот и что ты надушина и прям вообще и таких же девочек любит чтоб подкачанная такая попка была до губки такая вот прям вот девочка двадцать первого века красивая ухоженная хорошенькая на и он так любит обольщать молоденьких красавицы она любит чтобы под его зависимость все попадали чтоб ему звонили чтоб его вызывали я не знаю сопровождали да он такой да 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 конечно сейчас подъеду да то есть вот здесь такой прям мужчина у нас идет манипулятор высшей марки кто-то его девочки сами оставляют тут тупо умнее конечно они его сразу оставляет а кто поглупее там что-то надеются на брак еще какой-то как бы да кстати вопрос как стоял так что у него соперница девочки у соперницы изменять место по ощущению что у него нету одной женщины у него есть несколько он здесь ловелас просто идет если у него все-таки вы четко знаете что сейчас он живет с какой-то женщины я могу вам сказать сто процентов от этой женщине изменяет а как изменяет это уже другой вопрос изменяет тоже по-разному извините вот здесь и может быть живет с одной а изменяет так что комар нос не поточит но здесь идет бабник дальше идем еще что него соперницы как у них там дела император да я же говорю этот красавчик все от меня зависит куда хочу туда смотрю хочу сегодня на ленку смотрю завтра на танку а послезавтра наверху а чё я же такой такой как я вообще один раз сто лет рождаются девочки да кружите меня тут кружите прыгать его за меня в бубен еще он и дома также вот той женщины которой он живет он так себя показывает типа молчать да то что я задержался и пришел в час ночи тебя не должно касаться у меня работа была ты должна мне уже накрыть на стол и меня ждать вы знаете он дома себя так а то что он так скажем с 11 до часу до был с какой-то женщина на диване где такое там понимаете шарахтался там я не знаю это как бы это его дело ты не должна знать ты должна ссувать свое свой нос мои проблемы мои дела я мужик я сейчас пришел значит так надо было понимается какую невлад на этот это кошмар вот здесь мужчина кошмар потому что он идет туда куда он знает сам кстати здесь мужчина может быть при высокой должности это может быть генеральный директор может быть начальник это может быть высокостоящий какой-то депутат, например, генеральный директор Газпрома, как я часто это люблю говорить. Ой. Или же здесь мужчина, который из себя абсолютно ничего не представляет, вообще ноль с бумажкой, но в нем столько амбиций, в нем столько гордости мужской я-я-я, понимаете, эгоизма столько, что он себя таким и ведет, что думаешь, боже мой, точно, наверное, там еще немножко в президенты уже выдвигаться будет, да, на четвертый срок. Хорошо. Что у него там с его соперницей, да, что соперницей? Так, его соперницы это женщины, я бы сказала, здесь женатый мужчина, ну, здесь или женатый, или же у него такая женщина, которая тянет на роль все-таки жены, но это дама Пентакливая, здесь как ни крути, я не могу про нее плохо сказать, потому что дама Пентаклива, это истинная женщина, это хорошая жена, да, она прекрасно готовит, она по дому все делает, это хозяйка хорошая, она может не работать, кстати, или работать по дому, например, я не знаю, там, пироги печь, да, на заказ, или торты, или шить на заказ, да, тоже вероятно. она любит свой домик, да, если домик на земле, например, свою квартиру, он выращивает цветы, это хорошая, положительная женщина, я не могу ее ругать, потому что, ну, пока не за что, да, ну да, материалистка, ну да, меркантильная, это есть, что есть, то есть, любит деньги, любит достаток, может быть, она поэтому с этим мужчиной, что, может быть, он хорошо зарабатывает, и ей, как бы, знаете, как говорится, когда мужчина что-то накосячил, потом женщине что-то дарит, может быть, он ей часто делает подарки, кстати, ну, я не знаю, золотые украшения, например, или цветы дарит, да, и она на все закрывает глаза, она знает, что он бабник, ну, аж куда же она денется теперь, деваться некуда, может быть, там, дети есть, или она беременна, уже никуда ты не денешься, выбрала такого, значит, терпи, что у них, да, дальше в отношении, да, да, по фортуне говорит о том, видите ее состояние, отсвечивает, не знаю, подождите, вот, вот видно, да, видно, вот она так же снимается, вот он, вот она его точно так же ждет, ждет в слезах, а он здесь только маячит, вот он от нее находится, знаете, постоянно, как бы, как на расстоянии, хотя, может быть, он с ней вместе живет, но он ее к себе близко, постоянно не приближает, типа, ты жена, ну, все, знай свое место, ты уже жена, ты в роли уже той жены находишься, а у меня своя жизнь, милая, зацикливаться на тебе не собираюсь, я мужик, еще какой мужик, император, вот так вот, и у него, знаете, у них, так как это фортуны, еще надо, да, учитывать, а у нас все тут неоднозначно, у нас как на колесе, а на колесе, да, на колесе, который вниз, сверх, низ, сверх, как американские горки, то мы радуемся, то мы ссоримся, то мы вместе, то мы опять врусь, то мы вообще разводиться собрались, завтра утром, да, а послезавтра мы передумали у нас опять, все, мы целуемся, любуемся, то здесь неоднозначно, и здесь женщина никак не может переделать этого мужчину, а у нее не получится, потому что пока, нет, вернее, когда она знакомилась с этим мужчиной, надо было, знаете, зреть прям в корень, кто он, не влюбляться в кое-что другое там, что ей там понравилось в нем, да, красивые бицепсы, красивая улыбка, и как он лапшу на уши вешает, а надо было смотреть в корень, какой он по сути, по своим поступкам, и как себя ведет, вот это ее ошибка, что она не туда глядела, ну ничего, умнеет, баба, наверное, умнеет, со временем, да, идем дальше, еще, что у них соперницы, соперницы, да соперницы, что у него соперницы, ну здесь, да, ловелас, погулять им любит, она его не переделает, но здесь может быть магическое воздействие на мужчину, и даже не то, что просто на мужчину, здесь может быть магия в их отношениях, или она делает на него, или кто-то делает на них отношения, да, это все, надо все смотреть индивидуально уже, но здесь может быть такое, также здесь, такой может быть момент, что он где-то ей врет, подбирает, даже не то, что врет, он, он, он делает одно, говорит я совершенно другое, чтобы она не совала свой нос в его дела, может быть она от него стала закрываться, она улыбается, типа все хорошо, все замечательно, а за спиной их там, крутит какие-то, знаете, свои махинации, вот эти какие-то свои дела, хитрые, такой тоже может быть вариант, потому что он ведет себя, он любит только себя, и думает только о себе, эгоист, и ей приходится уже тоже думать о себе, с таким мужчиной, вот, да, отношения здесь очень сложные, такое ощущение, как будто, знаете, как герб России, да, один орел, только две головы, вот здесь то же самое, один орел, только две головы, они смотрят в разные стороны, но они вместе, расстанутся ли они в будущем, да, они расстанутся, пятерка пентаклей, кстати, они расстанутся этой землей, этой зимой, да, расстанутся они этой зимой, потому что их отношения, вот такие вот отношения, ни к чему не ведут, она как умная женщина уже, ну, уже поумнела, должна для себя понять, что он ничего хорошего там не будет, с таким мужчиной, да, ты кашу не сваришь, ты семью нормальную, ты не построишь, потому что мужчина должен быть готов к семье, а это вообще не готов, он еще никак не нагуляется, я не знаю, сколько ему лет, может быть, 50, даже 60, неважно, он никак не нагуляется, потому что он есть, пока он красавчик, он будет шляться по полной программе, потому что бабам нравится, бабы на нем виснут, и вот эта женщина с ним будет мучиться, они расстанутся, расстанутся этой зимой, начиная тоже с ноября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, пока будет холодно, пока будет снег, пока, знаете, вот это вот, ну, да, такая ситуация, они расстанутся, я не знаю, насколько расстанутся, навсегда, не навсегда, даже не в этом суть, но они, у них идет, к распаду все идет, идет все распаду, понятно, да, потому что, чтобы она ему не делала, она как-то, знаете, никак не может под него подстроиться, потому что то ему, я не знаю, то одно, то другое, то третье, так ощущение, как будто даже придирается к ней, потому что ему есть чем сравнить, у него баб-то миллион было, а у него, он у нее только один, да, вот она снимается, а ему есть чем сравнивать, и он видит в ней какие-то недостатки, ему это не нравится, сейчас, секунду, а давайте сейчас мне такой просто момент пришел в голову, вы его загадали же, значит, вы его знаете очень хорошо, вы его не забыли, этого мужчину, давайте спросим, просто интересно, хочет ли он вернуться к вам, хочет ли он вернуться к вам, он хочет вернуться к вам, да, он хочет вернуться к вам, только он понимает, что это невозможно, вы его сами не хотите, если он будет возвращаться к вам, вы его так отправите лесом, что он даже пожалеет, что сделает попытку, он четко понимает, что нет, уже все, эти отношения очень тяжелые, нету возможности вернуться назад, а хотел бы, да, так, кто загадал цифру номер 3, их отношения, да, в паре. Да, у них куляния идут. Кто-то, кстати, здесь уже женится. Или уже поженились они? Или скоро поженятся, потому что здесь идут праздники, да. Они хорошо проводят время, у них компания, им гости приходят, они в гости ходят, столы накрывают, да. Может быть, они работают вместе в таком, я не знаю, в ресторане. Он повар, она там, я не знаю, официантка. Но может быть, такой вариант, да. То есть, они у них хорошо познакомились где-то в баре. И у них сейчас это все продолжение идет и дальше. Какие у них отношения? Ого, еще. Да, кошмар. Вот смотрите. Они уже ставили точку в отношениях. Они даже расходились. Он гуляет. Здесь мужчина изменяет своей женщине. Возможно, она, кстати, здесь даже все видно. Здесь, возможно, женщина тоже с ребенком. Может быть, у нее свой ребенок. Может быть, общий ребенок. Или она беременная. И он тайне ей изменяет. Потому что здесь мужчина любит погулять. Он, кстати, поэтому с вами и расстался. Или вы его выгнали, так скажем. Да, потому что здесь мужчина любитель погулять. И он не остепенился. Он так и любит. Еще продолжает. Здесь уже какая-то там очередная его женщина, да, сидит дома с ребенком, может быть, беременная. А он так собрался, пошел опять в бар. Он ее в баре где-то нашел, в ресторане. Там же еще и вторую найдет, и третью найдет. Что это такое, тип мужчины? Он не остановится, понимаете? Горбатого могилы справит. Вот здесь женщина мучается. Может быть, она знает, что он ей изменяет. Да, или догадывается. А он имеет какое-то тайное отношение. Кстати, может быть, он и вернулся к бывшей своей. Может быть, это и вы. И вы прекрасно знаете, что он сейчас с вами. А у них в отношениях вот такой вот, да, ужас какой-то. Вы знаете, жизнь такая сложная штука. В ней может быть абсолютно все. Поэтому я ничему уже не удивляюсь. Итак, продолжаем. Что у них соперницы, да? У вашего мужчины, что соперницы? Ну, здесь, да, возможно, будут дети. Возможно, здесь тоже может быть магия. Кто-то магичит. Соперница магичит. Может быть, вы магичите. Может быть, еще кто-то лезет, понимаете? Ну, чтобы как-то порядок навести. Кстати, он поэтому и пьет. Он поэтому и пьет, и гуляет от того, что магия так негативно еще действует на него, да? Она делает одно, но и делает плохое в другом тоже. Так. Их отношения. Да, он и стучится к вам, и приходит, наверное, к вам назад. Потому что он никак выбрать не может. Вроде бы вы его выгнали, а он думает, а что это меня выгнали? Никогда не выгоняли, тут выгнали. Да я вообще сам решаю, куда, от кого мне уходить, не уходить. Поэтому к вам стучится, а вы уже и просто дверь ему не открываете. Типа, все, ты ушел, пошел вон, а он, чего я пошел? Я никуда не пошел. Я пошел за хлебом, не повернулся. Понимаете? И потом докажи ему, да, куда он ходил там. И еще, знаете, он очень, здесь такой очень специфический мужчина такой. Не дай бог, вы сейчас кому-нибудь себе другого заведете. Он же придет драться. И попробуй, вы ему скажи, слушай, да у тебя же другая семья. У тебя же другая женщина. Там ребенок уже родился. Ты же ушел. Ты так, меня оставь в покое. А он не соображает. Он считает, что вы до сих пор его женщина. Ну и че, что я ушел? Ты все равно, мы с тобой же прожили. Ну и че прожили? Так я же другого себе нашла. Ты же нашел себе. А до него это не доходит, понимаете? Он считает, что если он от вас ушел, значит вы должны все. Быть ему верной, как собакой. Сидеть, ждать его до погробия жизни, когда он там его, понимаете, высочество соблаговолит. Да, опять обратить на вас внимание. Ну как-то вот здесь дикость какая-то, елки-палки. Серьезно. Здесь дикость идет. Вот тут загадал третью. Здесь мужчина какой-то немножко такой странный очень с психикой. У него странное отношение к женщинам. К той женщине, к кому он ушел. К вам странное отношение. Вообще к женщинам. У него ко всему как-то вот интересный мужчина тут, Где он воспитывался? Я не знаю. У него в семье все равно было нормально в детстве? О, чему там не воспитывали мачеха? Что у него соперница? Ой, еще? Бедные женщины. Бедные женщины. Вот сколько у него будет женщин у этого мужчины? Кто загадал третью позицию? Все женщины будут от него несчастные. Вот есть тип мужчин, вот сколько у него не было бы женщин, все женщины от него счастливые. Даже если он одну ночь с этой женщиной проведет, она будет такая счастливая. Понимаете? А есть мужики вот такого плана? Вот сколько у него баб не будет, вот все будут несчастны. Вот здесь, куда он ушел, там женщина очередная несчастная. У меня такое ощущение, что там вот здесь женщина в трехугольнике находится. Он уже ушел к новой. Слушай, ну ты ушел к новой. Ну все, слушай, ну создавай семью. Да, ты же сделал выбор. Ты что не успокоишься, не угомонишься-то? Ну елки-палки. Она мучится в этом трехугольнике. Вы в этом трехугольнике? Здесь вообще как? Здесь и кошмар. Здесь еще дети, дети. Я не знаю, кто от кого там аборты постоянные. Она что ли от него постоянно аборты делает? Кошмар просто. Ой. Какой мужчина. У него какой бардак в голове, такой бардак в жизни. Вот у него такой бардак и на языке, потому что он даже нормально объяснить не может, что ему нужно в жизни. Вот я говорю серьезно. Вот здесь мужчина потерялся, он вообще не знает, что он хочет в жизни. Куда он идет вообще? Ой. Так, давайте, ладно, посмотрим. Расстанутся они или нет? В ближайшее время. Расстанутся ли они или нет? Нет, здесь хитрости, обманы, манипуляции, интриги. Здесь женщина уже маску одела. Она будет делать так, как она хочет. Она с ним не расстанется. Может быть, из-за детей. Может быть, из-за того, что он богатый. Она живет в его квартире. Или она хочет с него что-то, да, вытащить, деньги какие-то. Здесь женщина уже одела маску. И она будет хитрить с ним. Она будет воровать. Она будет манипулировать. Она будет тянуть одеяло на себя. Потому что она поняла, что он за придурок. С ним только так надо. По-другому никак. Понимаете? Хорошо. Ладно, все, идем дальше. Кошмар просто. Вот кошмар. То, что я сейчас видела, это кошмар. Не дай бог с таким мужчиной связаться. Ой, кошмар. Так, четвертая позиция. Какие у них отношения? Отношения. Ой, ну здесь отношения, знаете, как... Ладно, не буду так выражаться некультурно. Хорошо, скажу по-культурному. Но здесь такие, знаете, отношения взаимовыручки. Милый, ты мне, а я тебе. И чем звонче ты мне заплатишь, тем красивее и эффектнее и вкуснее я буду для тебя. Ну, короче, все поняли, да, что я хочу сказать? Понимаете, да? Вот здесь видно. Здесь женщина в маске. в маске своей маски. У нее есть маска. Понимаете? Она ее одевает, эту маску, для этого мужчины. Чтобы с него вытащить. Здесь мужчина богатый. Он имеет что-то. Или дом, или квартиру, или машину, или хороший заработок, или бизнес. И здесь женщина... Он ей платит. Он ей платит. И она заводит музыку, а она перед ним пляшет. Пляшет в маске. Она ведет себя так, как она видит, что он хочет так видеть ее. И она будет для него танцевать. Сегодня она будет танцевать, я не знаю, танец живота, а завтра она будет ему, я не знаю, там, испанелу покажет, понимаете, страсть. Но здесь вот такие отношения. Материальные. Отношения стабильные. Возможно, это его женщина уже, которая годами находится с ним в отношениях. Возможно, они вместе живут. Да. Может быть, он ей уже подарил что-то, какой-то бизнес, недвижимость, какую-то машину, или что-то еще. Так. Кстати, здесь женщина может быть бывшая проститутка. Имейте в виду, такой вариант тоже может быть, потому что она очень хорошо умеет раскручивать мужчин. А у нас раскручивает хорошо только проститутки. Они умеют это делать шикарно. Так, хорошо. Еще их отношения. Да, она играет. Играет. Играет ему на нервах. Играет на его флейте. Она это умеет делать очень хорошо. Еще их отношения. Да, да, да. Она, ну, здесь и карта повешена. Вот так вот. Она его подвесила на крючок. Видите? Милый, ты связан со мною. Никуда ты не денешься. Ты от меня зависишь, милый. То, что могу тебе дать я, тебе ни одна женщина это не даст. Что, это не знаешь? Знаешь. И он знает. Вы знаете, возможно, я сейчас не буду говорить, здесь возможно мужчина, бывший бабник, у которого было очень много женщин, может быть, был женатый даже, да, и вот ему попалась уже последняя такая, которая вот так на крючок подцепила, что он никуда теперь деться не может. Он зависит только от нее. Я не удивлюсь сейчас, если здесь еще магия выйдет. Но она его прям четко, конкретно. Он от нее прям зависит. Он связан по рукам и ногам с ней. Потому что она дает ему то, что не может дать другая женщина. Хорошо. Она очень хорошо знает психологию мужчин. Кстати, про все-таки очень хорошо знают психологию мужчин. Они знают мужчину с ног до головы. Кто такой мужчина и чем его едят. Вот здесь то же самое. Здесь охотница, хищница, материалистка, меркантильная. Женщина любит деньги. Не, может, она и прикидывается такой идеально. На нее посмотришь, думаешь, батюшки, скромница, да, такая прям сама невинность. Так я ее сущность вам показываю, понимаете, не так, как она выглядит. Она может выглядеть очень та же скромно, очень красиво, так прям подумаешь, вау, воспитана лучше дома к Парижа, да, с папочкой олигархом. А на самом деле там акула, а не касатка. Так, еще, что у нее в отношении, да, отношения, да, девятка Пентакли. Здесь, кстати, женщина богатая, она сама по себе богатая, ну что, заработала за всю жизнь, почему нет? Умная, хитрая, мудрая, все, приумножая деньги, приумножая свой капитал. Она, может быть, свой бизнес уже построила, вот на таких дурачках, да, знает же, как мужиков раскручивать надо, знает. Поэтому здесь может быть такой вариант, что женщина очень красивая, очень ухоженная, очень сексуальная, очень такая, прям вообще, супер конфетка. Поэтому она его и держит, что она отличается от многих тем, что она не такая, как все. В ней есть изюминка, и его это подцепило. Она умеет создать уют, она прекрасно готовит, она прекрасно выглядит, и о чем мужчине еще надо, господи, чтобы покушать дали, в постели хорошо дали, что еще надо? Все, вот она это и умеет делать, прекрасно. Еще. Их отношения сейчас. Так. Их отношения сейчас. Ну, я бы сказала, что он спокойно. В Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. В Багдаде все спокойно. Кстати, здесь женщина может быть восточных кровей. Здесь женщина может быть восточных. Здесь мужчина может быть русский, например, славянской внешности, христианин, а женщина может быть мусульманской, религия, я не знаю, восточных кровей. Такая женщина очень интересная. Может быть такое, как вариант. Не у всех отыграется, но у кого-то. И я бы еще сказала, что женщина, помните, я рассказала, что он такая непростая, непростая, непростая. И может быть у него есть еще один мужчина. Тайный мужчина. Я не знаю, вот этот мужчина знает о том мужчине, что у него есть или нет. Это уже другой, я не могу сказать. Это уже индивидуально надо смотреть. Но здесь может быть такой вариант, что у этой женщины двое мужчин. Может быть она уже была разведена, там до сих пор у нее какой-то остался ну я не знаю, какая-то связь с бывшим мужем или какой-то любовник у нее там тоже до него был. До сих пор еще связь осталась какая-то, да. Здесь такой вариант может быть, что здесь женщина тоже имеет двух мужчин. Так, их отношения, отношения, отношения. Она его постоянно ждет, постоянно ждет. Он вечно где-то далеко, да. Она хотела бы, чтобы он прям вот прям рядом всегда был, как, знаете, как к ноге, к ноге и собака уже бежит. А здесь он, наверное, на работе очень часто, она его ждет. Она ему всегда, наверное, говорит, я тебя ждала, я тебя ждала. Или по телефону звонит. Ты когда приедешь, я тебя уже столько жду, я тебя столько... То есть здесь вот такие моменты могут быть. Ты когда приедешь, уже здесь на плите, там, я не знаю, твой любимый, там, больше остывает, я тебе сегодня приготовила. Да, да, я сейчас еду. И она ждет, сидит его там, понимаете, уже все на стол красиво приготовила, порезала как надо, да. Так, расстанутся они или нет? Расстанутся ли они или нет в будущем? Расстанутся ли они или нет? Ну, очень сложно, очень сложно. Здесь женщина такая хитренькая, она не отпустит его просто так. Здесь не будет такого момента, что он собрал свои вещи, она ему открыла дверь и проводила его. М-м-м. Даже если он захочет от нее уйти, там такой концерт по заявкам она устроит ему. Ой, это вообще... МХАТ отдыхает. Даже у меня так не получилось бы сыграть, как у нее. Слушайте, здесь прям вообще актриса мирового, я не знаю, масштаба. Понимаете, она и в слезы, и в эмоции. Как ты можешь меня бросить? Я от тебя детей жду двойню. Вы понимаете, она еще найдет липовые УЗИ, покажет ему в лицо, что там у нее двойня или тройня. Здесь просто вообще, здесь актриса, понимаете, МХАТа. А вот мне сейчас один вопрос очень сильно интересует. Все-таки здесь есть магия или нет? Давайте посмотрим. Делали ли это женщина ваша соперница на вашего мужчину магию? Еще. Еще. Еще, еще, еще. Дайте мне еще. Отлично. Нет, нет, еще. Еще. Отлично. Вот я же говорю, я когда чувствую, я как собака. Нет, я не как собака, я как зверь. Я когда чувствую, что вот здесь что-то есть, должно быть магия, я начинаю это добивать. Да, здесь была магия. Здесь была магия, была сделана давно, была сделана очень искусно. Здесь было, здесь мастер постарался, потому что здесь даже комар в нос и не поточь, что здесь есть магия. Не каждый мастер может даже посмотреть вот этот расклад, например, индивидуальный, и сказать, что у вас есть магия, потому что здесь очень скрытная магия. Магия темная, конечно, естественно. И их соединяли. Еще знаете, что здесь связано? Давайте я вам скажу так, если ваш мужчина был постоянно раньше в отъездах, он куда-то уезжал, командировки какие-то, работы где-то издалека, шахтовые там, я не знаю, какие-то, да, у него эти периоды отъездов, или он вообще, в принципе, работал какое-то время за границей далеко, то здесь сто процентов была магия. Сто процентов была магия. В остальных других случаях надо просто индивидуально смотреть и все. Но здесь магией пахнет, да. Эта женщина, ваша соперница, не просто так появилась, а через магию. Девочки, вот такой был расклад. Всех люблю, всех обожаю, пусть у вас будет все хорошо, будьте счастливы и до скорых встреч. Спасибо. Спасибо.